Тема изменения своей внешности красной нитью проходит через практику и вообще жизнь любого специалиста, работающего в эстетической медицине. К сожалению, зачастую именно желание изменить свою внешность может привести к порой плачевным результатам. Недавно я столкнулась с такой ситуацией в ближайшем, можно сказать, своем окружении. У меня есть хорошая знакомая, у нее есть коллега. И коллега была довольно-таки длительное время, скажем так, не очень довольна формой своего носа. На самом деле девочка очень симпатичная и маленькая горбинка ее абсолютно не портила, даже придавала некую пикантность ее внешности. Но ключевым, скорее всего, моментом было мнение значимого для нее человека мужского пола, который в сердцах во время ссоры когда-то сказал слово рубильник на ее нос. И после этого у нее это запало как-то вот в мозг и, в общем, наверное, она очень сильно переживала по этому поводу. И закончилось это все, к сожалению, походом к косметологу. Возможно, не самые лучшие квалификации. Было это не в Москве, сразу могу сказать. Хотя в крупных городах тоже никто не застрахован от осложнений. И предложили ей такую манипуляцию, как введение препарата Дипроспан. Причем даже, я так понимаю, ей не сказали толком, что вводят в нос. Сказали, что просто скорректируют ей горбинку без операции. Сделали вот эту вот фатальную инъекцию в область носа. Случилось то самое страшное осложнение, которое можно, в принципе, при желании погуглить и найти. Нос провалился. То есть вместо красивой породистой горбинки была просто впадина практически по середине спинки носа. Это, конечно, ужасно. И до сих пор эта проблема уже прошло несколько месяцев так и не решена, потому что теперь ей действительно нужна хирургическая операция по восстановлению формы носа. Пластическая операция. Это все очень дорого стоит. И, в общем, тоже надо найти специалиста, который сделает это красиво и хорошо. И так, в общем-то, меня это расстроило. И понятно, что я по роду деятельности своей сталкиваюсь с какой-то информацией об разных осложнениях. Но когда проблема возникает фактически у людей, которых ты лично знаешь или так или иначе, в твоем кругу общения, это, конечно, более близко к сердцу воспринимается. Поэтому я в этом видео хотела немножко затронуть такую тему, как психологические проблемы, которые встречаются в практике дерматолога-косметолога. И, собственно, эти психологические проблемы часто ведут как раз к гиперкоррекции каких-то изменений в своей внешности, когда человек начинает ее менять и не может остановиться. И тут важно найти специалиста, который его остановит. Но хотя, к сожалению, специалистов много, и не все они, как говорится, честны бывают с пациентами, что тут греха таить. Бывают люди, которые просто ставят целью зарабатывания денег, им все равно, что будет дальше с этим пациентом. Конечно, я считаю, такие люди не должны работать в медицине, но такое тоже есть. Зачастую образования у них, допустим, недостаточное для того, чтобы делать какие-то врачебные манипуляции. И вот это вот все приводит к тому, что мы видим инопланетные лица. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. И что приводит к таким результатам? В медицине есть такой термин. Это диагноз, в общем-то, дисморфофобия. И дисморфофобия – это такое патологическое недовольство своей внешностью. Оно может выражаться в том, что человеку не нравится какая-то часть тела, либо облик целиком, либо он хочет навязчиво, хочет быть похожим на какую-то кинозвезду и пытается при помощи, как правило, инвазивной косметологии и пластической хирургии изменить свою внешность. В итоге потом это все изменяется до неузнаваемости. Потому что я, в принципе, не противник контурной пластики, пластической хирургии, если к этому есть показания, особенно если нужно какой-то корректировать дефект. Но это должно быть в меру, это не должно быть заметно. То есть лицо должно оставаться гармоничным. То есть когда вы видите ухоженное лицо женщины, которая, например, скажем так, работает лицом, она какой-нибудь диктор, актер и так далее, и мы видим, что она выглядит хорошо, она довольно-таки долго выглядит хорошо, несмотря на ее, например, паспортный возраст. И думаем, что она ничего с собой не делает, может быть, она и делает, но если это не заметно, значит, это сделано хорошо. А если, как говорится, за версту видно сделанные скулы, губы, изменившиеся формы глаз и прочее, то значит, это сделано плохо. И, собственно, дисморфофобия – это тот, наверное, диагноз и, скажем так, группа, наверное, диагнозов, который косметолог должен решать совместно с другим профильным специалистом. Чаще всего это психоневролог, психиатр. Реже может помочь психолог, но так как психолог – это не врач, то все-таки этот аспект зачастую лежит немножечко за пределами его поля деятельности. И, в общем, я, конечно, призываю коллег, которые занимаются изменениями внешности, всегда делать акцент на то, действительно ли это изменение внешности пациенту необходимо, и попытаться решить эту проблему, как говорится, еще на берегу, до того момента, как внешность будет изменена. На самом деле человек с дисморфофобией, он все равно не будет удовлетворен результатом. И для самого специалиста это тоже может закончиться плохо, потому что он будет жаловаться, он будет писать плохие отзывы на всех ресурсах, где обсуждается качество оказанных услуг специалистами, например, эстетической медицины, потому что ему все равно, его внешность не понравится, потому что первично здесь не то, что внешность плохая, а то, что человек просто патологически недоволен собой. Еще есть ряд разновидностей каких-то околодерматологических патологий, которые тоже нужно решать совместно с психиатром, потому что, например, существуют такие, так называемые, их по-разному называют, сугестивные дерматозы. То есть это может быть и какие-то невротические состояния дерматомании, если можно так сказать, когда человек патологически навязчиво обкусывает губы или ногти, или волосы себе выдирает. То есть трихотиломания, онихофагия, хелитлогия. И могут быть невротические экскориации. То есть человек наносит себе умышленно какие-то повреждения. И этот человек тоже может прийти к косметологу на консультацию и пытаться решить проблему, и к дерматологу решить проблему, например, того же самого экскорированного акне. Но если мы подростку с экскорированным акне будем назначать только препараты, которые корректируют саму патологию акне, то не факт, что мы получим оптимальный результат, если смежный специалист не назначит соответствующую, возможно, какую-то корректирующую терапию, которая уберет вот этот компонент именно в этой патологии с точки зрения психиатрии. То есть уберет вот это навязчивое состояние, обсессивно-компульсивно-расстройство еще это называют зачастую такие состояния. То есть иногда пациентам кажется, допустим, что у них на теле живут какие-то паразиты. Это называется дерматозойный бред. Ну или тактильные галлюцинозы, когда им кажется, что по ним кто-то ползает. К сожалению, дерматологи очень часто встречаются с такими пациентами, чаще, чем это возможно, потому что много информации сейчас в интернете про, например, тот же самый клещ-демодекс, железницу. И понятно, что мы как специалисты знаем, что клеща невозможно почувствовать, потому что он микроскопический, он живет в протоках сальных желез. И, естественно, человек не может никак почувствовать, что клещ там где-то ползает. Но когда люди смотрят увеличенные фото электронные вот этого клеща-демодекса, читают про демодекоз, и они представляют себе клеща какого-нибудь, который живет в лесу, в траве, которого можно взять или снять его с собаки, со своей. Микроскопического клеща они представляют примерно так же. И им кажется, особенно если демодекоз подтвержден лабораторно, что по ним кто-то ползает, что у них вот этот клещ на теле, там кусает их и все прочее. И уже их какое-то состояние, ну просто драматологическое, там акне, осложненное демодекозом, или паплопостулезная стадия розация, осложненная демодекозом, к ним присоединяется вот этот вот драматозойный бред. И человек начинает расчесывать какие-то свои участки тела. И, в общем-то, нервное такое состояние, это стресс, в общем-то, например, при розации стресса, это один из ключевых триггеров, вызывающих обострение. Поэтому, если эту проблему тоже не решать каким-то образом с помощью привлечения смежных специалистов, то можно тоже очень долго вести пациента к ремиссии, леча только симптомы. То есть, поэтому нужно как-то в комплексе рассматривать проблему. Вот о чем я хотела сегодня поговорить. И очень, конечно, хочется, чтобы люди были по возможности довольны собой. Если есть необходимость что-то скорректировать, то это должен быть, наверное, какой-то дефект, который действительно мешает жить. И не только в голове самого человека, но и действительно объективно виден, например. Сломанный нос – это понятно, что надо скорректировать. А пикантную горбинку, конечно, лучше не трогать. То есть, во всем должна быть гармония и должна быть какая-то объективность в назначении любых процедур или каких-то способов изменить внешность. Наверное, вот такое немножко, скажем так, видео без всяких советов по косметике и прочим. Но на самом деле, я считаю, очень важна эта тема. Если у вас будут какие-то свои истории из жизни, я буду очень благодарна, если вы напишите в комментариях. Может быть, у вас была какая-то соответствующая проблема, и вы её решили при помощи какого специалиста, и как вообще вы её решили. С чем она была связана? Нашли ли вы вообще тот триггер, который привёл к возникновению какой-то такой психологической проблемы, связанной с недовольством своей внешностью? Пишите в комментариях, мы это с удовольствием обсудим. И я думаю, информация ваша личная, которую вы поделитесь, будет очень полезна другим людям, которые испытывают эти проблемы и просто стесняются о них писать. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok